ВИДНОВСКОМ ДЕКА Медиабал был насыщенным и разнообразным. Сначала гостей ждала образовательная программа. Телеведущие Глеб Пьяных и Юлия Зимина поделились секретами профессии. Затем были конкурсы, по результатам которых гости вечера выбрали мисс и мистера молодежный медиа-центр. С десятиклассницей Елизаветы Кондратьевой из Серпухова, которая и получила позже титул, нам удалось пообщаться еще до подведения итогов конкурса. Мне настолько импонируют все участники, как вальчики, так и девочки. Я действительно восхищаюсь проделанной работой, которую они сделали на финал своей видеовизитки, конкурс. Это просто восхитительно. Я искренне рада тому, что я просто здесь нахожусь. Затем участников ждал банкет и мастер-класс по венскому вальсу. После того, как гости немного отдохнули, состоялось награждение лучших медиа-центров региона. Лидерами в этом году стали Ступина, Ивантеевка и Коломна. Я очень горжусь ребятами. Я знаю, что был сложный год, они прошли много испытаний. Многие из них смогли простажироваться в федеральных СМИ и кого-то опубликовали в настоящих реальных федеральных газетах. Я подскажу даже, что в свое время там тоже первый раз публиковалось. Это очень серьезный шаг. Нас отмечают, замечают. А самое главное, что ММЦ стало очень таким хорошим, качественным сообществом. Специальный гость бала Марина Юденич отметила, что для журналиста крайне важны умения изучать тему до самой глубины, а не хватать информацию по верхам, слышать все стороны конфликта и прекрасно владеть русским языком. Журналист – это, прежде всего, человек честный, который хочет, чтобы правда восторжествовала. И человек, который хочет донести эту правду, то как можно большего количества людей. Ну, это в идеале, конечно. Я бы хотела, чтобы все журналисты были такими. К сожалению, так не всегда получается, но я думаю, что вот для этого и существуют молодежные центры информационные. Для этого мы встречаемся с молодыми журналистами, чтобы объяснить им, рассказать основы профессии. Но главное, повторюсь еще раз, для журналиста – это честность. А глава Ленинского района рассказал о ближайших планах. Мы со следующего года будем организовывать школу молодого журналиста. То есть мы будем подбирать именно на конкурс на основе тех ребят, которые будут делать очень интересные, хорошие репортажи. В первую очередь о нашем родном Ленинском районе, о своем поселении, сельском либо городском. И таким образом мы будем понимать, чем живет молодежь. Мы будем, скорее всего, чему-то у них учиться, потому что сейчас идет век цифровизации. И мы тоже должны соответствовать новым вене. Завершился бал совместным запуском светящихся шаров у здания Центра культуры и досуга. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.